Девушки отдыхают Ради уникальных гастрономических находок Наш шеф-повар Алексей Акутов ездит по всей стране А лучшее из лучшего показывает зрителям ранку с Украиную Мы находимся в прекрасном городе Одессе И хотим узнать максимально о бессарабской кухне и локальных продуктах Поэтому мы обратились к нашему другу, хорошему ресторатору Замечательному человеку Дмитрию Сикорскому Привет, Саш Здравствуйте Что-то можешь подсказать? Потому что поломать стереотипы, что Одесса это все-таки рыбный город Одесский регион гораздо шире, чем Одесса И я думаю, что мы поедем, мы посмотрим одну небанальную винодельню Супер Ну что, в путь? Дмитрий не преувеличивал Вино у Дона Алехандра, как он себя называет, действительно особенное Для того, чтобы получилось такое, нужно знать секреты бессарабских виноделов Когда мне было лет пять Я помню своего дедушку, который жил в Одесской области, это Бессарабия У него были свои виноградники Он мне всегда говорил Смотри, это, скорее всего, будет делом твоей жизни На винодельне Алехандру все, как 50 лет назад Вручную Даже степень зрелости винограда он определяет без современных приборов Просто рукой Можно взять гроздь винограда Раздавить ее в крепкой руке винодела И через несколько минут постараться разжать руку То есть рука будет с трудом разжиматься от сладости сока Значит, можно уже начинать производить виноградник Которая может храниться 30 лет Благодаря рецептам бессарабского деда Я видел, как он окуривает бочки серными фитилями Для меня это тоже была загадка Окуривание – это внесение в вино природного консерванта Серый Поэтому вина не окисляются и могут храниться долгие годы Современные виноделы подобные фокусы считают магией графа Калиостро Но Алехандро это не смущает Он каждый день выводит свои личные формулы совершенного вина Например, считает, что разливать его можно только в определенные дни Разливаем вино на убывающую луну Вино становится менее динамичным Оно начинает годами отдыхать и набирать свои прекрасные ароматы А вот традиционные, казалось бы, дубовые бочки Алехандро не использует категорически Дуб для вина – это все-таки макияж За дубовыми нотами скрывается лицо истинного вина Его вкус, его душа Чтобы истинный вкус ничем не испортить Винодел не использует и распространенный быстрый способ осветления С помощью бентонита или, попросту говоря, глины Вместо этого просто ждет Стараемся осветлять наши вины естественным путем, гравитацией То есть земное притяжение никто не отменял Поэтому наши вина осветляются в течение двух лет А главная гордость Алехандро – оранжевое вино Секрет в кожице белого винограда Мы же попробовали выдержать пино Гриджо на мезге То есть на кожице И получили великолепный результат То есть получили вино настоящего оранжевого цвета С великолепным фруктовым вкусом Недавно полетели наши образцы в Лондон Алекс уже готов стать постоянным покупателем уникального авторского вина Но каждый продукт в своем путешествии Он обязательно проверяет своими фирменными рецептами В красном вине решено мариновать мясо Мы проехали на рынок и купили телячий биток Замочили его в вине После двух часов в винной ванне Мясо становится нежным и ароматным Но главное – этот маринад Алекс превратит в соус Достаю наше мясо Его надо обязательно просушить Если я мокрое, положу мясо на гриль Она не возьмет у меня такую хрустящую корочку Результат должен быть – это хрустящая корочка И внутри винный вкус Запах Сейчас мы натираем его солью и натираем специями Что-то похоже на бастурму Здесь лучше больше, чем меньше Мясо все равно возьмет то, что ему надо Если порезать его на кусочки, весь сок, которым оно пропиталось, выжарится А для соуса обжариваем половинки молодого лука с двух сторон Всего по минуте Накрываем крышкой наше мясо И пускай оно томится Теперь самое интересное Винный соус из бывшего маринада Обжаренный лук крупно нарезаем Соединяем вино, которое мариновалось Высыпаем туда лук, добавляем чебрец Вино и чебрец Это на самом деле бессарабская кухня Теперь соус на 10 минут на огонь Посмотрите, насколько упарился У нас сошлись полностью все ароматы в одно целое Немножко сахара Отлично Осталось его немного загустить Для этого добавляем крахмал Крахмал нельзя добавлять в горячий соус Почему? Потому что он сразу возьмется комками А вот в вине растворится равномерно Теперь на огонь до загустения А вот мясо уже готово Почти Корочка пригорела Получился хруст То, что мы хотели Внутри у нас сочное нежное мясо Чтобы оно осталось таким, надо его завернуть в фольгу И оставим буквально его на 3-4 минуты Теперь можно резать Мясо действительно очень сочное Осталось полить винным соусом Ну что, пора угощать хозяина Потрясающе Нежнейшее мясо Просто тает Белисимо Перфетто Как говорят итальянцы Да, граци Великолепно Спасибо большое Я рад, что побывал у вас в гостях На самом деле Здесь Получилось вкусно не из-за того, что просто золотые руки Или мы хорошо готовим А от того, что просто атмосфера Хорошее вино Хорошие композиции Хорошие люди вокруг окружают Дай бог вам тысячу лет здоровья и просветания Спасибо большое Золотые слова